В каких условиях учились полвека назад? Какая мебель и письменные принадлежности окружали школьников? В Ивановском музее камня в зале краеведни открылась новая экспозиция, приуроченная ко дню учителя, посетив которую можно окунуться в прошлое. Первое, что бросается в глаза парта. За такой сидели ученики в середине прошлого века. А рядом инсталляция – стол ученика Владимира Андреева. Экспонаты датируются 1951 годом. Здесь представлены его дневник, его фотографии, его формы, его чернильный прибор. Благо нам это все досталось из соседнего как раз нашего дома. Это знаменитый дом Елен. Этот мальчик жил именно там. И это иллюстрирует как раз период начала 50-х годов. Экспозиция получилась разнообразная. Букварей, чернильницы, непроливайки, перевыри ручки и богатая коллекция чернильных приборов 19-го – начала 20-го веков. Чернильный прибор – это было украшение стола. По большому счету он говорил о хозяине очень многое. То есть какой у него статус, какой у него доход. То есть чернильный прибор – это его визитная карточка. Совершенно естественно, что они старались эту визитную карточку представить так, чтобы все знали, кто он, собственно говоря. Вот у нас один из таких приборов представлен. Плюс у нас есть интересный женский прибор, который как раз говорит о романтическом характере дамы. У нас есть интересные приборы, привезенные из кунгура, которые сделаны из камня селенит. Также довольно любопытный прибор, сделанный из раковин. И знаменитые приборы – это сделаны из стекла большой вишеры. На общем фоне среди солидных по размеру чернильниц практически незаметна чернильница походная, которую было удобно брать с собой в дорогу. Это самая уникальная чернильница нашего музея. Она бронзовая. Ее крепили на пояс. Относится к XVIII веку. Была найдена в экспедиции Костромской области на озере Галич. Экспозиция рассчитана на посетителей всех возрастов. Представителям старшего поколения на этой выставке будет приятно вспомнить юность. А молодежи интересно узнать, что не всегда ручки были шариковыми. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.